Специально для кино. Это мое сердцебиение. В целом шум моего тела. Я на усе почек. Они в итоге здоровы, хоть и немного маловаты. Я была бы идеальным донором. И по действующему законодательству им и являюсь. По умолчанию. Сейчас в Москве заканчивает разработку закона, который должен внести ясность в механизм выявления доноров органов. Процесс останется добровольным, но пропишет право четкого отказа. Человек не должен хотеть стать донором. Это неправильно. Человек не должен негативно относиться к факту, что он может стать донором. Основная проблема в том, что если родственники узнают, что человек стал донором, то первая мысль, что его специально до этого довели. Могут быть такие случаи, использование этого согласия, ну, как это сказать-то, не в тех целях, да. Либо создавать такие ситуации, чтобы у человека была ситуация между жизнью и смертью. Почва для опасений есть. Донор – человек, чей мозг уже мертв, но органы функционируют благодаря медикам. Жертвы инсультов, ракомозга, ДТП. Врачи на это отвечают. Их задача – спасать жизни. И шутят. Желающих навалом. В отделении пересадки часто звонят, предлагая почку. Но продажа органов в России запрещена, так что сомнителен и весь черный рынок. Тело для донорства рассматривают лишь при печальном исходе. Чтобы этого избежать совсем, по законопроекту нужно будет предупредить родственников, либо еще при жизни отказаться. Дело добровольное должно быть. То есть в любом случае нужно спрашивать? Ну, как бы, да. Я не... Ну, это уже, как бы, нарушение, не знаю, Конституции. Будет ли это бланк или электронный ресурс, где его заполнять, этого и ждут от закона. В Алтайском крае процесс трансплантации начинается лишь имея конкретный орган. Мы не рецепентом нашим в листе ожидания ищем орган. А мы вот для конкретных органов, для конкретной печени, для конкретных почек мы должны найти лучшего хозяина. Допустим, вот лист ожидания с четвертой группой, допустим, там два человека, в обоих положительный кросс-матч. У нас варианта два. Либо мы эту почку выбрасываем, да, либо мы звоним коллегам. Сейчас на Алтае делают операции по пересадке почек, печени и сердца. В очереди в общей сложности 133 человека. Количество операций диктуют квоты. В этом году в Барнауле хотят запустить еще и пересадку поджелудочной. Это еще плюс 8 нуждающихся. А в перспективе и легких. Святость тела в вопросе донорства не одобряют даже священнослужители. Добровольное согласие жертвователя, то есть имеет такую возможность, ибо это означает, что человек спасает другого человека ради спасения его жизни. Это действует таким образом. И есть еще один момент, это безвозмездность. Самый главный пример – это Господь. Господь, который, вот Иисус Христос, который распялся со всех за нас, пролил свою кровь. Вот это тот образец, который, ну, конечно, неподражаемый. Помочь ближнему точно не смогут пораженные ВИЧ, гепатитом, сифилисом люди с болезнями почек, печени, сердца, а также старше 65 лет. Для остальных законопроект ведет 4 группы доноров и обеспечит прижизненных доноров полной поддержкой. Почти за год до одобрения закона одним из спорных моментов остается презумпция согласия.